ВИДНОВЧАН Несмотря на холодную погоду, все ждали, когда придет мороз. Дед Мороз. И пришел он не один. По советскому проезду в окружении детей приближался целый отряд Дедов Морозов. Сказочные персонажи пели новогодние песни и ловили улыбки прохожих. Добравшись до места, участники праздничного шествия предложили детям встать в хоровод вокруг елки. Я вот каждый год приезжаю, когда к детям на праздник. Ух, а здесь так весело, так здорово. Все такие нарядные, все такие красивые. Молодцы все. Впереди предновогодние хлопоты, а значит сейчас самое время начинать готовить подарки и поздравлять своих близких. В преддверии этих замечательных торжеств я поздравляю вас от всей души с этими праздниками. Желаю каждому из вас, всем вашим родным, близким, знакомым, отличного настроения, счастья, удачи, благополучия, веру в себя и в свои силы. С праздником, друзья! В разгар шумного веселья все собравшиеся ждали главного. Когда же Деды Морозы зажгут огни на 18-метровой хвойной красавице и дадут старт зиме в Ленинском районе. И вот этот момент настал. Братья Морозы, соберитесь все вместе! Раз, два, три! Ёлочка! Гори! В Центральном парке отдыха, желающих танцевать под новогодние песни, также собралось немало. Ждали дедушек и в других частях города, ведь там тоже установлены ёлки, которые должны были вспыхнуть разноцветными гирляндами. В недавно открывшейся для посетителей усадьбе Тимахова-Саласкина перед гостями выступил ансамбль «Гусли-рык». Здесь, кроме огней на ёлке, зажглись десятки бенгальских свечей, что создавало по-настоящему праздничную атмосферу. Мне очень нравится, дочка в восторге, весело, красиво. И хотя до Нового года ещё месяц, Деды Морозы уже начали дарить подарки, радуя малышей. Дмитрий Книга, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.